И боже вас сохрани. Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенный состояние духа. Да. О происходящем в стране или хорошо, или никак. Отменить плохие новости, предложил депутат Югур Кукинеша Акулбек Джапаров. А точнее, запретить публиковать информацию о негативных событиях в СМИ. Беспокоит народного избранника то, что криминальные сводки, которыми пестрят информационные порталы, ухудшают настроение впечатлительных кыргызстанцев и негативно сказываются на имидже страны. Однако система, по которой Нарде предлагает нести в массы вести, очень избирательна. На русском и английском языках новости должны быть только добрыми. А вот на государственном языке можно и про убийства рассказать, и про аварии, и даже про коррупцию со всеми деталями. У нас в Конституции в целях безопасности других граждан и в целях безопасности гостей, которые к нам приезжают, законом возможно ограничение прав, в том числе и наших журналистов. Никто не запрещает информацию на государственном языке. А все остальное, пожалуйста, на русском и на английском давайте писать только хорошее. Если человек с утра встает и настроен на хорошее, и думает о том, что надо отдать своей семье, своей дочке, жене, что можно отдать своей деревне, стране, то и вселенная откликается и предлагает, что же мы дадим этой семье, этому человеку. Но когда весь этот черный негатив, вокруг него все время черные будут и собираться. Оставлять читателя в неведении или приукрашивать действительность журналисты и учредителей интернет-издания «Кактус-Медиа» Дина Маслова считает делом противоречащим самой сущности профессии журналиста. Кроме того, добавляет, что наполнение новостных изданий или телеэфиров зависит от событий, которые происходят на сегодняшний день. Соответственно, негативную публикацию отражают истинное положение дел. Природа СМИ в том, чтобы говорить о проблемах общества. Первичный, на самом деле, инфоповод. Так вот, если будет гораздо больше позитивных новостей, решений, и будет происходить что-то интересное в экономике, в политике, то, соответственно, и новости будут такие. Потому что информация — это уже следствие. Подобные предложения депутатов, по мнению медиаэкспертов, можно и вовсе интерпретировать как попытку посягательства на свободу слова. Об этом говорит журналист, председатель общественного объединения Марс Тулегенов. Разделять аудиторию и сортировать информацию в зависимости от языка ее потребителя на практике не получится. Хотя чернухи на просторах интернета действительно стало очень много, отмечает Тулегенов. Это получается, как бы, если грубо сказать, души не свободу слова. Так не должно быть. Если мы даем русскоязычную информацию одну, к русскоязычным журналистам другую информацию, это никак не подлежит о свободе слова. Я думаю, что здесь не должно быть такое понятие. Очень много таких материалов, которые однобоко и выдают такие негативные информации. С этой точки зрения, да, я чуть-чуть согласен. Пишущие братья, как и телевизионщики, сами были бы не против, чтобы самой негативной в информационном потоке была новость про кабана из зоопарка, который остался отцом-одиночкой. Однако милые и добрые сообщения не всегда разглядишь за чередой должностных преступлений, коррупционных схем и крайне своеобразных инициатив, которые нередко звучат в стенах парламента. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.